Всем привет! Сегодня я буду рассказывать про функциональное программирование и Kotlin. Почему и Kotlin? Потому что, ну, как бы, он рядом. Так, как уже сказали, меня зовут Дмитрий, я работаю в компании Avito, и мы на самом деле используем Kotlin в разработке наших Android-приложений уже больше года. Так, в этом докладе я буду рассказывать про то, вообще, зачем нужно функциональное программирование, зачем нужно его знать, понимать, про основные принципы функционального программирования, какие преимущества есть у функционального программирования, про лямбды, про лямбды в Java, про лямбды в Kotlin. Также я еще расскажу про кое-какие модификации, которые, оптимизации, которые есть в Kotlin. Ну и, собственно, в качестве примера использования функционального стиля я покажу работу с коллекциями в функциональном стиле. Итак, пожалуй, начнем с того, что, зачем нужно понимать функциональное программирование. Вот здесь у меня есть логотипчик. Кто знает, кто знает, о чем этот логотипчик? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, отлично. Половина зала знает. Это логотип RX. RX Java. Суперпопулярный фреймворк, который появился уже много лет назад. Сейчас он продолжает набирать популярность среди Android-разработчиков. Все больше и больше компаний начинают его использовать. Но у многих новичков, которые начинают работу с этим фреймворком, возникают проблемы. То есть они пишут код, он как бы работает, но все равно возникают ошибки. Им кажется этот фреймворк сложным. То есть, ну, как-то больше им проблем приносит, чем пользы. А все потому, что этот фреймворк на самом деле профункциональное программирование. И чтобы его использовать, нужно чуть-чуть понимать вообще, что такое функциональное программирование и какие основные постулаты у него есть. Так, и чтобы объяснить разницу между функциональным программированием и императивным программированием, ну, нашим любимым, традиционным, которые мы всю жизнь используем, нужно разобраться, что такое состояние. Вот это суперпростой код. Я уверен, что все здесь присутствующие писали что-то подобное тысячи раз. И на первый взгляд тут вообще все нормально. Но с точки зрения функционального программирования во второй строчке есть проблема. И давайте разберемся почему. В первой строчке мы просто объявляем какой-то идентификатор и присваиваем ему значение. То есть с точки зрения математики тут все нормально. А вот во второй строчке мы берем этот идентификатор, уже существующий, считаем его самого, проводим какую-то алгебраическую операцию над нем и записываем снова. То есть идентификатор у нас превращается в переменную. То есть значение, которое записано в идентификаторе x, меняется с течением чего? С течением времени. Время именно вот в этом самом мутирующем, всеизменяющем ключе, как его нарисовал Сальвадор Дали. Собственно, и это приносит проблему. И что же это за проблема? Я приведу пример. Вот самый обычный вызов какого-нибудь G-Unit. Мы сравниваем результат вывода двух вызовов одной и той же функции с одними и теми же параметрами. Кто мне может ответить, какой результат данного вызова? Все верно. Undefined. Потому что мы на самом деле не знаем, что делает функция f с переменной x. Возможно, она как-то завязана на какие-то внешние данные. И эти данные могут измениться в течение времени. Собственно, и что же нам предлагает функциональное программирование? Какое решение? Функциональное программирование нам предлагает чистоту. Ну и так как функциональное программирование про функции, оно предлагает чистые функции. Кто такой чистая функция? Вот эта функция не является чистой, потому что она принимает на вход лишь одно значение, но оперирует с двумя переменными. То есть она оперирует как x, так и y, но y не входит в скоб этой функции. Соответственно, результат вызова данной функции может быть отличным, если какой-то другой вызов изменит значение в y. Поэтому, чтобы сделать эту функцию чистой, просто банально нужно подать на вход все параметры, чтобы эта функция не была зависима от каких-то внешних условий. Соответственно, чистая функция, вы можете быть всегда уверены в результате выполнения чистой функции. То есть значение y всегда будет одним и тем же, если вы передаете одно и тот же x. Это, собственно, тот базис, на котором стоит функциональное программирование. Потому что далее это позволяет различным образом комбинировать функции и работать с данными, уже опираясь на этот базис. То, что функции не приносят побочного эффекта, вот этого так называемого side effect. Далее, что еще стоит упомянуть? И мутабилити, неизменность. Это тоже очень важный аспект функционального программирования. Особенно он важен для программирования не на чисто функциональных языках. Чисто функциональные языки заставляют вас писать код в чистом стиле, и там банально данные практически невозможно изменить. А Kotlin является гибридным языком, который позволяет писать как в императивном стиле, так и в функциональном. Поэтому нужно быть достаточно аккуратным. И почему я здесь привел картинку вот этого обелиска? Да потому что этому обелиску уже больше 2000 лет. На самом деле он находится в Италии. И это такой пример ценности неизменяемого объекта. Этот объект был изготовлен в Египте, был доставлен в Италию и до сих пор там стоит. Именно он ценен тем, что на нем египетские иероглифы. Если бы его там разрубили на куски и написали бы какие-нибудь итальянские письмена, он бы был уже никому не интересен. Ну с неизменностью в Kotlin все просто. То есть в Kotlin есть две конструкции для объявления идентификаторов. То есть value и variable. Value — это как раз непереназначаемые идентификаторы. То есть здесь будет ошибка компиляции, если мы вызовем первую функцию. Потому что z не может меняться после того, как ее уже объявили. А если вам нужно все-таки писать в императивном стиле, вы используете variable, как в традиционной Java. Все просто. Итак, какие же нам дают преимущества функциональное программирование? Во-первых, это надежность. Потому что в целом количество состояний определенно уменьшается. В идеале состояние вообще одно. Соответственно, вариативность программы сокращается, и это приводит к надежности. Далее, тестируемость. Тестируемость за счет чего? За счет того, что чистые функции очень просто тестировать. То есть у вас есть входящие данные, у вас есть исходящие какие-то данные, и все. Вы пишете тесты вообще без каких-то проблем. Вам не нужно мокать какие-то другие состояния, внешние эффекты и так далее. Супер просто. Как уже упоминалось, выразительность. То есть код на функциональном стиле обычно занимает в два, иногда в три раза меньше строк кода. И в конце доклада я вам приведу пример. Что еще? Упрощает писать иногда точные программы. Это достаточно важно. И почему это важно? Ну вот, допустим, есть такой график. Это график официальный с компанией Intel, собственно, характеристики их процессоров за последние 40 лет. Здесь на графике, собственно, черными точками обозначено количество логических ядер, красными точками это тепловыделение, зелеными частота процессора, собственно, синими производительность на одно ядро, и оранжевыми количеством транзисторов на кристалле. Так, кто-нибудь слышал про закон Мура? Ну, я думаю, все слышали про закон Мура, большинство. Вот, он гласит то, что каждые два года количество транзисторов на кристалле увеличивается в два раза. Но это такой очень общий подход. Раньше говорилось о том, что производительность возрастает каждые два года, потому что раньше это так было. Но это перестало являться истиной, и сейчас есть такая более общая формулировка. Но возрастающее количество транзисторов на кристалле приносит ли нам также удваивающуюся производительность? К сожалению, нет. Потому что, как мы видим, с 2008 года производительность на одно ядро не особо-то как бы выросла. Вот, видите, то есть, ну, тут как бы незначительно все. Если мы продолжим писать программы в однопоточном стиле, мы столкнемся с ситуацией, то что буквально через 10 лет у нас будут 20, 30, а может быть 40 ядерные какие-то компьютеры, смартфоны или еще что-то. И представляете, вы будете способны использовать только одно ядро из этих 20 или 40 ядер. Ну, то есть нужно учиться писать в многопоточном стиле. А за счет чего можно писать на функциональном стиле прочей многопоточной программы? Потому что количество разделяемых состояний, оно минимально. Вы просто пишете свой код в таком стиле, то, что вся ваша логика, она функциональна, на чистых функциях. А все состояния, они вынесены на окраину вашей программы и огорожены таким красивым заборчиком. И вы на них очень так пристально смотрите. Главное, чтобы они не разбежались. Ну, собственно, это все про теорию. Сейчас перейдем к более практическим вещам. Собственно, функциональное программирование, оно состоит из функций, правильно? И какие функции мы часто используем? Да, мы используем лянды. Да, вот. На самом деле это очень важный слайд. Этот слайд, собственно, вся презентация затеялась только благодаря, только для этого слайда, чтобы показать его, что вот, гейб, мы помним, мы ждем. Ну, что такое лянды? Лянды – это просто анонимные функции. Они на самом деле появились уже достаточно давно даже в Java нере. То есть Java 8 уже как, дай бог, больше трех лет. Многие из вас в повседневной работе используют лянды? Ну, достаточно много. Ну, значит, для второй половины рассказывают, что такое лянды, и чем они отличаются в код линии от Java. Сейчас достаточно быстро. Так, вот самый обычный код. Мы объявляем какой-то анонимный класс, у которого единственный метод. Вот. В Java можно, значит, превратить его в лянду. Что такое лянда? Это вот такое объявление более короткое, когда у нас есть входящий параметр. Вот. Мы его объявляем. И дальше, собственно, тело функции. Если у нас нету, если у нас единственной в теле функции только один метод, мы можем убрать скобки. Ну, вот это самая короткая запись, которую можно получить в Java на сегодняшний день. Кстати, да, Java вы можете, как Android-разработчики, вы можете без каких-то дополнительных библиотек, типа ретро-лянды, уже использовать лянды. Java. Java, начиная с какой-то версии недавней Android-студии, она просто их на лету превращает в анонимные классы. То есть там десахаризация происходит. Так, чем лянды в Kotlin'е отличаются от джавовской? Ну, вот это то же самое. Собственно, мы также объявляем какую-то переменную. Вот. И тело функции. Здесь у нас стрелочка. При этом, особенности. Здесь есть две особенности. Первое. Если у нас лямбда стоит последним параметром в списке, если лямбда стоит последним параметром функции, ее можно выносить за круглые скобки. Если это был единственный параметр, то вообще скобки круглые убираются. И далее, если у лямбды только один параметр, то можно использовать id. id это обозначение, собственно, передного параметра. Кажется мелочь, но на самом деле спасает вас просто от написания кучи кода, потому что вот это все каждый раз писать очень лениво, грустно. Пишешь id быстро, удобно, понятно, главное. Вот. Более сложный пример. В Kotlin нет на самом деле особой разницы между переменными какими-то и лямбдами. Лямбда воспринимается в Kotlin просто как самые обычные переменные. То есть здесь у нас имеется, собственно, две функции. Одна принимает на вход булевый параметр, другой параметр — это лямбда, которая получает два int значения и возвращает опять же int. Вот. Здесь, собственно, происходит проверка. Если, ну, по булевке мы вызываем лямбду со значениями 1.2 или 3.4. Как я уже сказал, лямбду можно выносить за пределы круглых скобок. Вот. Она вынесена, что на самом деле очень сильно увеличивает читаемость кода. То есть это выглядит аккуратно, не громоздко, нет вот этих кучи нагромождений различных скобок. То есть очень легко читается. Еще одна особенность, которая на самом деле относится к функциональному программированию и очень важная. В Kotlin любая функция возвращает какое-либо значение. Абсолютно любая. Даже функция fu возвращает значение, но она здесь возвращает unit, ну, что-то типа void, то есть пустое значение. А вот здесь логический параметр возвращает, соответственно, значение либо такую лямбду, либо такую лямбду. При этом мы можем опустить return и вот эти скобки и просто указываем через равенство. То есть в Kotlin можно очень компактно писать функции и, собственно, возвращаемые ими значения. Так, еще стоит упомянуть функции высшего порядка. Что такое функции высшего порядка? Это функции, которые принимают на вход другие функции. Собственно, вот в этом примере функция bar является функцией высшего порядка. Стоит иметь в виду. Как я уже сказал, в Kotlin абсолютно воспринимают лямбды как абсолютно нормальный тип данных. Здесь функция fu принимает на вход лямбду и возвращает, опять же, лямбду. Вот это, собственно, фигурные скобки. Это объявление новой лямбды. И, собственно, вот такая вот конструкция. Кажется замысловатой, но работа с лямбдами упрощает ваш код. То есть в Java было придумано куча различных паттернов программирования, потому что изначально язык был ограничен для работы с таким вещами, как функции. Также в Kotlin предусмотрены некоторые оптимизации для работы с лямбдами. Есть модификатор inline. Вот. Этот простой идентификатор, который на самом деле что делает? Когда компилятор его видит, он просто берет и вставляет тело функции в место вызова. То есть вот эта вся конструкция с модификатором inline превращается в вот такой вот вызов. То есть full и bar с inline превращается в такую функцию, где просто вот это берется первая лямбда и, собственно, вставляется тело второй функции. И это очень сильно улучшает производительность, поэтому практически все расширения, которые написаны, или может быть даже все расширения, хороший вопрос, которые есть в стандартной библиотеке Kotlin, они всякие inline. Так, собственно, как я обещал, приведу пример работы с коллекциями в функциональном стиле. Вот это код, написанный на Java. Он на самом деле достаточно простой. Кто-нибудь может мне сходу сказать, что будет напечатано на экране? Ну просто давайте, смотрите, мы берем лист, вот, добавляем в него значение, потом мы объявляем еще один лист, пробегаемся по первому листу, проверяем, что начинается строка с буквы T. Мы добавляем это значение во второй лист, то есть мы сортируем по первой букве в этом списке. Затем мы, собственно, берем и преобразовываем значение полученного второго листа в третий лист, который, собственно, представляет для себя длину строки. Вот. И после всего этого мы берем только последнее значение, потому что нам, вот, мы сортируем, значит, после этого преобразуем, и после этого берем последнее значение. Вот как-то это так выглядит в Java, и на самом деле ответ будет 5, потому что вот он, вот это получил. Вот. Как вот эта конструкция будет выглядеть в Kotlin? Ну и на самом деле в восьмой Java, но в восьмой Java вы не можете использовать стрим API до сих пор. Вот. В Kotlin это вот так. То есть очень просто. Объявляем, собственно, лист, фильтруем его, используем лямбду. Далее мы преобразуем каждое значение, каждое, повторюсь, значение. Дальше берем последнее значение и выводим на экран. Вот эти два двоеточия – это ссылка на функцию, которая тоже появилась в восьмой Java и есть в Kotlin. Ну, на самом деле я не очень люблю вот такие вызовы. Проще написать printlnit. Ну, то есть в Kotlin это как-то более выразительно, чем в Java сделано. Ну, собственно, все, что я хотел рассказать. У меня время ограничено. На самом деле я рассказал, я не знаю, вот столичка, вот столичка про функциональное программирование. Функциональное программирование – очень интересная тема. Я всем советую немного почитать вообще, что это такое, о чем это, и это улучшит ваши навыки. Вы станете просто лучше понимать, какие концепции существуют и будете лучше программировать. Здесь есть несколько ссылок, которые могут вам помочь немного так окунуться в этот мир функционального программирования. Вот эта ссылка, это лекция Роберта Мартина, ну, это который мужик про чистый код написал. Вот. Потом здесь есть Кристофер Скалфани. Мужика интересная фамилия. Он написал цикл статей на Medium о функциональном программировании. Но, правда, там в примерах используется JavaScript. Но, на самом деле, подходы все те же самые. Далее, вот здесь это проект на GitHub, функциональте. Так как Kotlin является очень гибким языком, который позволяет использовать различные конструкции для расширения собственной функциональности, вот добрые люди взяли и написали много полезных конструкций, которые приняты в функциональном мире и используют их теперь в Kotlin. То есть там всякие опции, комбинирование функций и так далее. Ну и последняя ссылочка. Там именно идет разбор функциональных конструкций на Kotlin. Большое спасибо вам, что слушали. Коллеги, ваши вопросы? Одна большая просьба, господа. Уважайте этот друг, задавайте один вопрос, а не пять пытаясь впихнуть в один. И представляйтесь, пожалуйста. Спасибо за доклад. Меня зовут Ринат и Завита. Такой вот вопрос. Я когда читал документацию по Kotlin и сейчас в докладе обратил внимание, вот для меня непонятен один момент. В чем сакральный смысл называть функцию, которая принимает другую функцию, функции высшего порядка? Или там high ordered function. Я вот просто, ну для меня это название как-то не описывает что ли сути. То есть в чем смысл? Ты можешь как-то объяснить, нет? Хороший, наверное, вопрос. Но я вынужден признаться, потому что я не знаю четкого ответа на этот вопрос. Но дело-то в чем? Функциональное программирование как таковая область зародилось очень давно. То есть, условно говоря, функциональные языки были одни из самых первых языков, потому что изначально вообще как таковое программирование разрабатывали математики. И вот функциональное программирование, оно гораздо ближе к математике и подходу математиков, чем, собственно, императивные языки. Поэтому я подозреваю, что просто это пришло все из математики. И там как бы была такая принята нотация. То, что функция, принимающая другую функцию, называется функцией высшего порядка. Это функция, может, как обычные дети используют. Но поэтому, что в порядке, то есть у тебя, знаешь, есть институты, есть фаншиные студенты. Именно поэтому он не понимает, что он пошел, вот тогда еще с терапии. Спасибо большое. Еще вопросы, коллеги? Спасибо за доклад. Шацкий Павел, Сбертех. Вот такой вопрос про перформанс в последнем слайде. Там была красивая, конечно, конструкция с мапом, фильтром. Но ведь на каждом шаге вот этой итерации генерится новая коллекция, если я не ошибаюсь. Вот. И исходя из этого вопрос. Вот на андроиде как это вообще работает и есть ли какая-то альтернатива, чтобы это избежать? Спасибо. Да, отличный вопрос на самом деле по производительности. Я не упомянул в этом докладе и я надеялся, что мне кто-то задаст вопрос про производительность. Функциональный стиль, он на самом деле медленнее, чем императивный стиль. Потому что функциональное программирование – это большая абстракция над железом, чем императивно, когда мы реально берем какие-то данные, записываем в ячейке памяти и так далее. Да, есть проблемы с разницей в перформансе между теми же операциями в императивщине и функциональщине. Но здесь в чем дело? Здесь, допустим, вот эта вся конструкция зачастую она lazy. То есть здесь оператор, который вызывает, собственно, действие – это только вот этот forEach. Если бы здесь не было forEach, эта вся конструкция бы не выполнялась до, собственно, того, как мы какие-то данные получали из этого. Ну, то есть это выполняется. Это выполняется? Да, потому что… Вы, наверное, путаете про sequence. Да, у нас это подлинный стикл, который будет lazy, а просто эти расширения, они из-за того, что они не влайнят раунду. А, да, они… Вот этот фитер, он созданный влайнит. Ну, в общем, да, есть падение производительности, вот. Но, как я понимаю, в будущем планируется интеграция с Java Stream API более… Давайте ради микрофона, потому что иначе это не будет не слышно тем, кто смотрит нас. Если в Java вы смотрите такую операцию, у вас есть какой-то стрим, и потом tucollect, и это вычисление производится лениво. В Kotlin в этом случае ничего ленивого не производится, потому что каждый… То есть вот то, что был пример, что такое онлайн-функция. Это когда мы тело, ее вставляем, сразу генерируем байт-код вместо вызова этой функции. То есть здесь каждая из этих функций, вот правильно было сказано, что очень многие функции в библиотеке объявлены как онлайн. И все эти функции объявлены как онлайн. Это означает, что тело каждой функции будет вставлено в результирующий байт-код. Результирующий байт-код будет довольно такой большой, потому что мы вначале сгенерируем код для функции фильтр, потом сгенерируем код по результату от функции map, потом сгенерируем код по результату от функции take last, и потом сгенерируем код вот этой функции. И здесь есть интересное замечание про то, что в таком подходе мы эту результирующую коллекцию создадим каждый раз. То есть когда мы генерируем, вставляем вот этот код, фильтр нам возвращает отфильтрованную коллекцию. Ну вот как в примере было, можно обратно на слайд. Здесь мы что делали? Мы создали коллекцию list2, потом мы создали коллекцию list3 в Java. И когда мы в кодлене пишем код, у нас компилятор генерирует очень похожий байт-код. То есть он создаст вторую коллекцию, отфильтрованную, в которую добавят элементы, потом создаст третью коллекцию. С измененную, в которую добавят трансформированные элементы, и в результате по ней поитерируется. Вот, поэтому здесь ленивости нету. Оптимизировать. Моярина. Майфол. Оптимизировать собираетесь дальше? Что? Да, здесь есть интересная идея про то, что хочется, как бы, чтобы все было идеально, потому что у нас, если у вас есть большие коллекции с огромным потоком данных, то это будет не самый эффективный способ постоянно создавать новую коллекцию. Понятно. Но при этом, если вы используете стримы, то у вас не будет эффективный inline-lambd, а каждая лямбда будет… Да, каждая лямбда соотносится… Для каждой лямбды будет создаваться институт вот этого анонимного класса, как с onclick. Вот есть такое желание сделать подход, который будет сочетать и то преимущество, и то. Но это пока в разрезе хотелось бы. Есть какие-то мысли про то, как стерстически это можно было бы сделать, но не в ближайшем будущем. То есть сейчас, когда вы программируете на Kotlin, вы понимаете, что у вас маленький объем данных, тогда вы используете эти операции просто экстеншены. Если у вас какие-то большие коллекции, то, возможно, вы используете стримы с ленивым подходом, но просто с лямбдами как анонимный класс. Большое спасибо. А сейчас вопросы больше не к Светлане. Она еще сможет ответить на все ваши вопросы и в перерыве, и у нее будет еще одно выступление. Все будет хорошо, не переживайте. Добрый вечер. Меня зовут Рубен. Я из компании «Новая облачная технология». И у меня вопрос по Kotlin просто меня заинтересовало. Он быстрый. Есть ли модификаторы видимости? Я просто ни одного не заметил. То есть private, public… Да, они есть. Все. И последний вопрос. К сожалению, рука уже давно-давно нас ждет. Простите. Спасибо за доклад. Меня зовут Михаил. Я из компании «Авито» тоже, конечно же. Просто не слушал его про гон доклады. И вот сейчас задаю вопросы. Дмитрий, ты сказал то, что функциональное программирование – это добро и все такое. Но у нас есть такой Егор Бугаенко в Java-сообществе, который топит за совсем другие идеи. Вот мне интересует вопрос, как бы ты вообще читал ли его статьи, интервью и так далее, и какое у тебя отношение к его теории. Спасибо. На самом деле… А можно к вам присоединиться тоже? А на G-Point вы с ним говорили? Нет, я как бы больше интересовался так, его статьями, ну и читал его пост про его оскорбление, которое ему на почту приходит. У вас бы сняли все вопросы, да, там действительно было не очень. Нет, вынужден признать, что не читал я его статьи, но обязательно, соответственно, почитаю. Не надо? Нет, я почитаю обязательно. Я… Главный мой посыл в том, что функциональное программирование существует, и стоит на него посмотреть. Я не то, что ребята, это прям silver bullet, давайте бегите, больше ничего лучше в мире не будет. Надо просто расширять свой кругозор, и мне кажется, что функциональное программирование – это отличное направление, куда можно его расширить. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое нашему докладчику. Дмитрий, спасибо. Спасибо вам.